Птица-светильник Спорт такой за экологичность, за экологичные материалы. И дерево, во-первых, в тренде всегда. И оно само по себе очень приятное. Даже на ощупь, когда гладишь, тактильное ощущение от дерева. Даже запах от нее идет такой интересный. И очень классно, что в дереве каждая птичка из-за уникальности дерева получается разной. Четыре года работы, консультаций и совершенствования. Все это понадобилось авторам идеи для того, чтобы вдохнуть в птицу жизнь и подарить ей шанс в буквальном смысле разлететься по разным уголкам мира. Уже сегодня птичек ожидают в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. Простота и есть искусство, уверены ребята, внедряя в дизайн предметов интерьера, экологически чистые материалы и натуральное дерево. Во многом в реализации помог опыт, полученный от участия в проекте «Мой бизнес». Участие в проекте, в принципе, нас поставило в очень такие конкретные рамки, когда задан временной период, поставлены задачи с помощью ментора. И ты очень должен в это время реализовать эти задачи, чтобы пройти дальше в шоу в проекте, продвинуться, допустим, с полуфинала выйти в финал. И вот это все очень сильно дисциплинирует. Не всегда все было просто. Сначала возникли вопросы с тем, как изготовить деревянный корпус. Позже из чего будет сделан верхний плафон и упаковка. Однако это нисколько не остановило творческий коллектив, который начинал свою историю с четырех инициативных студентов технического университета. Благодаря проекту «Мой бизнес» о талантливых брещанах узнала вся страна. А история светящихся птичек стала известной даже за океаном. О том, что будет в следующем году, ребята говорят не особенно охотно, чтобы не прогадать. Однако уверяют, все будет с грифом «Файна». На следующий год мы планируем выпустить в коллекции есть люстра потолочная. То есть там их несколько. Не знаю, можно на сайте посмотреть. То есть планируем на следующий год тоже реализовывать. В Новый год мы приходим в принципе с тем, что мы никогда близки к своей мечте уже. Конечно, все еще не так, как хотелось бы, чтобы было в идеале. Но мы верим, что следующий год станет таким, можно сказать, поворотным, когда мы сможем полностью уйти от дизайна интерьера и реализации, уйти чисто в производство своих предметов, продавать, там, производить, придумывать и продавать под своим брендом эти вещи. И запустим мы в том числе другие какие-то предметы и продукты, которые, возможно, будут немножко в других ценовых диапазонах. То есть если вещи из дерева, они такие более дорогие, то, допустим, если запустим линейки еще из пластика, лампы, например, наши реснички, они будут дешевле и доступны более массовому количеству людей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Антон Лугловкин, телекомпания БУК-ТВ.